И мы дальше читаем в псалме стихи о том, что Господь охраняет нас. «Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». И здесь мы видим три образа безопасности. И первое — это хождение долины смертной тени. И очень важно, чтобы это присутствовало в нашей жизни. Опасные места — это зачастую долины. В низинах обычно с утра стоит туман. Ничего не видно. Рассвет наступает позднее. Поэтому хищникам легко оставаться незамеченными в таких местах. Также можно не заметить обрыв. И если в такой ситуации овца оцепенеет от страха, то это только лишь упростит задачу для хищника, который собьет овечку с ног и сделает ее своей добычей. Но мы помним о том, что овцы не умеют бегать. И здесь не говорится о том, что нужно бежать долиной смертной тени. Но здесь рисуется образ уверенного хождения, потому что рядом пастырь. Как же не следует слишком долго оставаться и топтаться на месте в неподходящих местах? Такие места есть везде, в больших городах и маленьких. Можно погрязнуть в болоте наркотиков, порнографии или чего-то еще, познакомиться с нехорошими людьми и начать общаться с ними. Не надо панически бежать вперед и не надо топтаться на месте. Все, что нужно, это уверенно следовать вперед за своим пастырем Иисусом Христом. И еще есть Божий жезл, который дарует успокоение. Жезл используется пастухом не только для того, чтобы погонять овец, но и для того, чтобы отгонять хищных животных. Пастух использует жезл и для того, чтобы наказывать непослужных овец, которые досаждают другим овцам. И в этом тоже успокоение для овец, зная, что если вдруг они уклонятся в сторону, то жезл вернет их на место. Да, если овца собьется с пути и уйдет направо или налево, то пастух при помощи жезла вернет ее на место, но в этом успокоении, потому что есть уверенность, что пастух не даст сбиться с пути. И также на конце жезла есть крюк, с помощью которого пастух поднимает овечку, которая запуталась в кустах. Он аккуратно вытаскивает ее и ставит на тропу. Поэтому это то, что успокаивает, то, что придает уверенности. И, наконец, мы здесь читаем о трапезе перед лицом врагов. Эту трапезу приготовил Господь перед лицом моих врагов. Овцы знают, что самые лучшие пажити наверху, в долинах на вершинах гор, там трава остается зеленой все лето. Не так легко взобраться туда, но это того стоит, потому что внизу трава сухая, пожелтевшая. Поэтому пастух прилагает достаточно много усилий, чтобы поднять стадо на эти долины. И там очень злачные места для овец. Но понятно, что хищные животные, которые охотятся на овец, также стремятся подняться туда. Но так как с овцами пастух, животные боятся подниматься, и поэтому овцы могут питаться на виду врагов безопасности. Но давайте расширим этот образ, который приводится здесь, и скажем, что трапеза подразумевает не только прием пищи, но и расслабление, отдых. Допустим, вы отправились поужинать со своей женой или со своим мужем, какой-то ресторанчик, и вы там едите не спеша, едите вкусные блюда. И вот представьте, вы смотрите в меню, и краем глаза замечаете человека, который сидит за другим столиком. Кто это? Это не друг. Вы совсем не рады видеть этого человека. Это тот, кто обидел вас, доставил вам много проблем. Вы хотели провести замечательный вечер, и вот этот человек. Может, у вас остались какие-то нерешенные дела с этим человеком. И здесь мы читаем о том, что мы можем быть настолько успокоены в Боге, неважно, кто перед нами находится, кто бы не сидел перед нами. И что бы я ни делал в этот момент, ужинал или просто прогуливался по городу и кого-то встретил, я настолько успокоен в Боге, что я могу наслаждаться тем, что я делаю. Вспомните об Иисусе. У Иисуса Христа было 12 учеников. Один из них был предателем, его звали Иуда. И Иисус с самого начала знал, что Иуда предаст Его. И все же мы читаем, что Иисус вкушал пищу в присутствии Иуды, причем абсолютно спокойно, общался с учениками, учил их, он спал в лодке, когда в ней был Иуда. Его не смущало присутствие Иуды. Иисус – пример человека, который имеет такой мир в сердце, что может вкушать пищу, может спать в присутствии своих врагов. Опять же, Лэрри Крабб написал об этом так. «Жизнь – это на самом деле непредсказуемая трагедия, покой, который можно обрести, лишь полностью положившись на благость Божьих намерений в отношении к нам». Мы не знаем будущего, не знаем, кого мы встретим завтра, но если рядом с нами пастырь, то это вселяет в нас чувство безопасности. Помните о том, кто с вами, во всех обстоятельствах. Он – ваш пастырь. Дом – это то место, где присутствует Господь, и Он готов быть с вами, где бы вы ни были, в каких бы обстоятельствах ни находились, друзья ли рядом с вами, или враги. Помните об этом. Это вторая составляющая, которая помогает нам обрести покой. Я полагаю, что вы приняли Христа как своего Спасителя, но стал ли Он вашим пастырем? Был ли в вашей жизни момент, когда вы осознали, что вы, по сути, сами пытаетесь себя обезопасить, но у вас это не получается? Вы не ощущаете себя в безопасности, и вам нужен тот, кто способен вас защитить в любых обстоятельствах. И я призываю вас пригласить Иисуса Христа не только стать вашим Спасителем, но и вашим пастырем. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok